Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 30 октября, Православная Церковь совершает память преподобного Антония Леохновского. Преподобный Антоний Леохновский-Новгородский был из рода тверских бояр Вениаминовых. Преподобный жил отшельником недалеко от Новгорода, в Рублевской пустыне, на реке Переходе. Около 1556 года переселился к пустыннику Тарасию, жившему за озером Ильминем, на Леохнове, неподалеку от Старой Руссы, и принял от него пострижение. Так устроилась пустынная обитель в честь преображения Господня, названная впоследствии Леохновским или Иветским Антониевым монастырем. Преподобный Антоний дожил до глубокой старости, стяжав дар прозорливости. В 1611 году, когда шведы разорили окрестности Новгорода, преподобный по вызову митрополита Исидора переселился в Новгород. Скончался 14 сентября 1611 года в возрасте 85 лет и был погребен близ церкви во имя святого евангелиста Луки на Софийской стороне. Перед смертью преподобный в присутствии многих сказал, что тело его будет покоиться в его пустынной обители. Ученик преподобного Григориев, вернувшись на место разоренной и сожженной шведами обители, поставил келью с часовней и остался там жить. Трижды являлся ему во сне преподобный Антоний и говорил, «Брат Григорий, иди в Новгород, скажи митрополиту Киприану и старшинам города, чтобы положили меня на месте моей обители». После общения Григория митрополит совершил крестный ход к могиле преподобного Антония. Обретенные нетленные мощи 13 июля 1620 года были перенесены в Леохновскую обитель. При обретении мощей преподобного прозрел слепец Иосиф и совершились еще многие чудеса. Своебразен ряд памятей, которые праздновали храмы во имя преподобного Антония Леохновского. Села Леохнова недалеко от Старой Руссы и Рублевской пустыни. Во вторую пятницу после праздника первоверховных апостолов Петра и Павла воспоминалось обретение и перенесение мощей преподобного Антония из Новгорода в Леохновский монастырь. В Вознесение Господня воспоминалось пришествие преподобного Антония из Рублевской пустыни в Леохнова. 17 октября по старому стилю память представления святого, который скончался на праздник воздвижения животворящего Креста Господня в девятом часу вечера. В Рублевской пустыни праздновалась еще и память освящения церкви во имя преподобного Антония 30 августа 1873 года. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Пророка Осии, преподобного мученика Андрея Критского, мучеников-бессребренников Косьмы и Дамиана Аравийских и братьей их, мучеников Леонтия, Анфима и Евтропия, совершается празднование в честь перенесения мощей праведного Лазаря Четверодневного, епископа Китийского, а также новомучеников и исповедников российских, священномучеников Неофита Любимого и Анатолия Ивановского, пресвитеров, преподобного мучеников Якинфа, Питателева и Калиста Апарина, священномученика Александра, архиепископа Семипалатинского, совершается празднование иконам Божией Матери, именуемых прежде Рождества и по Рождестве Дева и Избавительница. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и неоскудевающей помощи Божией по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok